Всем привет! С вами Яна Анастасевич. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом моего самого любимого бисквита. Теперь я готовлю все мои тортики именно с этим бисквитом, потому что он получается в меру влажным, очень пышным, мягким, воздушным, абсолютно не крошится и сочетается с любыми кремами. Этот бисквит можно подкрашивать в любые цвета, добавлять какао, например, чтобы сделать его шоколадным. В общем, он открыт для экспериментов и получится у всех и каждого. Этот бисквит удобен тем, что его не нужно пропитывать, он и так сам по себе получается очень сочным. Также этот бисквит очень удобно использовать при изготовлении 3D тортов, объемных тортов в виде различных каких-то фигур животных, потому что он не крошится и поддается вырезанию и разрезанию на разные части. Итак, на один корж, у меня форма 26 см, понадобятся вот такие продукты. Яйца 8 штук, сахар 220 г, мука 240 г, можно взять, например, 190 г обычной муки и 50 г ореховой муки, сливочное масло 80 г и ваниль по вкусу. Также щепотка соли. Я использую эти ингредиенты для приготовления одного коржа, затем разрезаю его на 2, потому что он получается очень высоким и пышным. В первую очередь в чаши миксера смешиваем наши яйца и сахар, также щепотку соли добавим. Также добавляем капельку ванили. Взбиваем миксером до пышной светлой массы, которая увеличится где-то раза в 3-4. Очень удобно взбивать вот таким вот планетарным стационарным миксером, потому что этот процесс занимает довольно-таки долгое время, около 5-7 минут на такой объем яйца. Если вы будете взбивать с помощью ручного миксера, то это у вас займет также около 7 минут примерно. Можно добавить по желанию краситель на этом этапе. Если вы хотите разделить тесто на 2 коржа и выпекать его в 2 формах, то необходимо каждый раз перед каждым выпеканием коржей замешивать тесто, потому что если вы тесто перельете в форму и половину оставите в миске, чтобы испечь следующий корж во второй заход, то у вас белки и желтки опадут, и тесто не поднимется и не получится. Поэтому необходимо замешивать тесто каждый раз перед каждым выпеканием. Вот такое вот у него свойство. Теперь выключаем миксер и уже будем перемешивать остальные ингредиенты вручную. Просеиваем муку несколько заходов. Я делаю это где-то за 3 раза. Один раз просеяли и аккуратненько лопаточкой перемешиваем снизу вверх, как бы приподнимая тесто. Делаем это аккуратно, чтобы наши белки и желтки не опали, и тесто не потеряло свою пышность и воздушность. В рецепте мы не используем ни разрыхлитель, ни соду. А бисквит у нас получается высоким за счет того, что хорошо взбиты яйца. Поэтому остальные ингредиенты, такие как мука и масло сливочное, необходимо вмешивать очень аккуратно и перемешивать довольно-таки быстро, но аккуратно и недолго. И вот смотрите, какое тесто у нас густое получилось. Теперь необходимо ввести растопленное сливочное масло. Сливочное масло обязательно должно быть уже остывшим комнатной температуры. И также аккуратненько, хорошенько его вымешиваем. Мешаем недолго, но очень хорошо смешиваем его с остальными ингредиентами. Масса должна полностью смешаться с основным тестом. Теперь берем форму. Я форму застилаю пергаментом на дно, вырезаю вот такой кружок. И смотрите, как на боковой части я наношу пергамент. Как видите, он у нас вот так вот болтается. Для того, чтобы его зафиксировать, я наношу немного теста на бортики формы. Вот таким вот образом. И затем пергаментные полосочки очень легко прилипают. И потом в процессе выпекания нам нет необходимости каждый раз мыть форму. Можно просто вот эти полосочки пергамента заменять. Теперь переливаем тесто. Я обычно миску с тестом поднимаю довольно-таки высоко над формой, чтобы пузырьки из теста у нас вот так вот лопались. И тесто получилось как можно больше похожим на губку. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Зависит от вашей духовки, естественно. Обратите внимание, что тесто с формой я ставлю еще на противень. Не на решетку, а именно на противень, чтобы снизу у нас поступало как можно меньше жара. И снизу тортик у нас был такой же мягенький, как и сверху. Ставлю на среднюю полку в духовке. Готовность проверяем зубочисткой. Она должна выйти абсолютно сухой. Я обычно протыкаю именно в серединке, потому что в серединке пропекается дольше всего. Или же можно вот так вот пальчиком надавить, и тесто у нас должно вернуться назад в форму. То есть серединка не должна у нас как бы так вот болтаться, как желе. Она должна быть упругой. Но в то же время не передержите тесто в духовке, потому что оно может стать сухим. И вы потом будете удивляться, почему у вас получились такие сухие коржи. У меня это занимает примерно 30-35 минут, а вы уже будете регулировать по вашей духовке. Первые 20 минут духовку не открывать, чтобы бисквит наш не опал. Даем бисквиту постоять в форме около 20 минут, чтобы он немного остыл. И достаем его из формы аккуратненько. Перекладываем бисквит на решетку, либо какую-то подставку, чтобы до него был доступ кислорода со всех сторон. И оставляем для полного остывания. Даем бисквиту полностью остыть. Оборачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Я очень рекомендую бисквит оставлять в холодильнике примерно на 2 часа. Вообще, я его оставляю на всю ночь. С вечера готовлю бисквит, а уже на утро собираю тортик. Это очень удобно. За ночь бисквит в холодильнике становится очень сочным, нежным, в меру влажным и не крошится абсолютно. Вы можете просто ради эксперимента провести вот такой опыт. Не положить его в холодильник, а использовать сразу бисквит и положить в холодильник. И вы увидите разницу. Но, конечно, если у вас нет времени и нужно делать тортик очень срочно, то собирайте его сразу. И вот после холодильника его очень легко разрезать. Я разрезаю обычно этот бисквит высотой 6 см на 2 части, на 2 коржа. Обычно я также срезаю верхнюю и нижнюю темную вот эту вот часть. Я очень люблю делать разноцветные тортики и в последнее время увлеклась подкрашиванием красителями этого теста. Получается очень прикольное такое тесто, пористое. И когда оно подкрашено красителем, очень хорошо можно рассмотреть его структуру и текстуру. Я рекомендую подкрашивать хорошими пищевыми красителями. Ни в коем случае не используйте ни пищевые красители, такие, какими красят, например, пасхальные яйца. Красители я использую фирмы Америколор. Мне очень нравится, что у них получается насыщенный цвет, а нужно добавить всего лишь капельку. Это очень экономно и в то же время не вредно для организма. Этот бисквит вы можете использовать с абсолютно любыми видами кремов. Он отлично сочетается. Получаются очень вкусные, нежные, высокие, пышные торты. Обычно для тортика я использую вот таких вот два коржа больших. Выпекаю и разрезаю их вдоль на две части. Итого у меня четыре коржа получается. Вот выходит в итоге довольно большой, высокий торт. Я очень люблю этот рецепт и постоянно его использую в последнее время. Я надеюсь, что он понравится и вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока!